Сочи – город-парк, который создавали многие поколения жителей курорта. Начиная с 30-х годов проводились исследования местной флоры, фауны и климата. И такие акции, как День земли и Марш парков, призывают всех людей не только беречь природу, но и поддерживать особо охраняемые территории. Город Сочи в этом отношении уникален. Два крупных природных федеральных объекта. Это Сочинский национальный парк, первый, кстати, парк, который образован был в нашей стране в 1983 году, и Кавказский биосферный заповедник, который внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Коллекция музея истории города-курорта Сочи, размещенная в трех залах, как раз призвана рассказать об уникальной природе и о тех людях, которые внесли вклад в ее сохранение и изучение. Здесь можно увидеть экспонаты, которым около 200 миллионов лет. Так, геологическая и палеонтологическая коллекции расскажут о том, что известная гора Фишт – это оканемелый коралловый риф, что в далекие времена территория Сочи была частью мирового океана Тетис. Палеонтологические экземпляры, которые нам говорят о том, что некогда город Сочи был под водой. И вот, например, прогуливаясь с рюкзаком вокруг Фишта или спускаясь с орлиных скал в Агурское ущелье, буквально у себя под ногами можно увидеть наследы этого древнего морского дна. Это окаменелые останки морских ежей, разнообразных моллюсков и отпечатки морской растительности. Немало экспонатов и другого животного мира хранится в фондах музея. Перед вами как раз фрагменты скелета драгонтериевого слона. Вот тоже фрагмент челюсти ископаемого слона. И вот здесь очень интересный, очень тяжелый окаменелый сустав, фрагмент сустава тоже ископаемого животного. Вот это предположительно тоже слона. Но для более точного определения этого экспоната необходима экспертиза, которую, как правило, мы проводим с палеонтологическим институтом. Интересная и коллекция гербариев. Сотрудник музея и ученый Александр Солодько собрал свыше ста экземпляров флоры. Он изучал особенности каждого вида растения и паразитов, которые могут плохо на них влиять. В музее также есть стенды об изучении природы Сочинского Черноморья, бальнеологических возможностей, реликтовых растений, животных, занесенных в Красную книгу, фотографии проведения берегоукрепительных работ. А отдельный зал покажет мир Черного моря. Здесь можно увидеть рыб реальных размеров и других обитателей подводного царства. И это лишь малая часть интересной жизни города, о которой могут рассказать в музее. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.